МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Что посеем? В Чувашии проходит конкурс на грантовую поддержку среди молодых фермеров. Право на жизнь в Новочебоксарске разрабатывают проект по защите животных. Тепленькая пошла. В Чебоксарах и Новочебоксарске утвердили график отключения горячей воды. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании коллегии Приволжского таможенного управления, где были подведены итоги работы региональных подразделений по административным расследованиям. Руководство Приволжского таможенного управления высоко оценило деятельность республиканского подразделения. По итогам 2015 года Чувашская таможня стала лучшей в округе. Значимость структуры в обеспечении национальной безопасности и сохранении экономической стабильности трудно переоценить. Хочу воздействовать благодарности за конструктивное взаимодействие. Все оперативно сейчас решается. Если раньше, несколько лет назад, вопросы были с стороны предпринимателей, по растаможке, по разным сдерживающим факторам, сегодня быстро, оперативно, без создания каких-то проволочек, соблюдают все нормы законодательства, обеспечивают сотрудники таможенной службы. В виде неконтролирующего органа находится широкий круг вопросов, в том числе и контроль за отгружаемой продукцией. Большое внимание уделяем Приволжью с громадными возможностями, которые здесь есть, и с громадным потенциалом. Наша задача – наполнять бюджет и не давать возможностей недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности уходить от таможенных платежей. Исполняющий обязанности начальника Приволжского таможенного управления Александр Архипов выразил признательность руководству республики за поддержку в работе и эффективное сотрудничество. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В российских регионах началась подготовка к пожароопасному сезону. Для экстренных служб и спасателей в МЧС страны устроили внеплановое учение. Первые итоги масштабной тренировки подвели накануне в режиме видеоконференции. В ней принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. С руководителями центрального аппарата глава республики выходил на связь из мобильного штаба МЧС. Эта спецмашина оснащена всем необходимым для проживания людей в полевых условиях. В фургоне оборудован пищеблок, спальные места и даже небольшой рабочий кабинет. Автомобиль сможет добраться до самых труднодоступных мест. Этот передвижной комплекс регулярно используют на учениях спасателей. Эта тренировка максимально приближена к реальности. Подразделения МЧС накануне были стянуты в Заволжье. Им предстояло потушить пожар в лесном массиве. Ликвидировать условное ЧП спасателям удалось. Подобные учения сейчас проводятся во всех регионах страны. Первые итоги масштабной тренировки показали, что все экстренные службы действуют слаженно. Такого масштабного я не помню, когда мы проводили в последний раз. Соответственно, все наши предприятия, организации, которые выставляют формирование, все силы и средства, которые существуют в региональной нашей территориальной подсистеме РСЧС, потренируются, возобновят какие-то навыки, кто вновь принят на работу, научатся действовать по предназначению для того, чтобы оказать максимальную отдачу при оказании помощи людям. Во время учений в МЧС оценивали и действия муниципальных властей. В ходе командно-штабных учений основное внимание уделено практическим действиям органов управления сил и средств территориальной подсистемы. Каждое из 26 муниципальных образований отработали свою вводную как по паводку, так и по природным пожарам. К пожару опасному сезону Республика готова. В режиме боевой готовности находятся более 15 тысяч человек. Причем лесные пожары в МЧС Республики готовы тушить не только с земли, но и с воздуха. Для тушения лесных пожаров в Республике создана общая группировка сил и средств, 1850 единиц техники, воздушные судна МЧС России по мере необходимости, разработаны паспорта водных объектов Республики для забора воды авиации МЧС России в селях пожаротушения с реки Волга. В центральном аппарате МЧС действия Республики оценили на отлично. Чувашия названа в числе лучших регионов страны за организацию командно-штабных учений. Дмитрий Ковалев, Олег Якимов, Республика. 22 мая в нашей стране пройдет предварительное голосование перед выборами в Госдуму и региональные органы представительной власти. В Чувашии это выборы в Госсовет. Напомним, у Республики уже есть опыт проведения предварительного голосования. В прошлом году таким образом Единая Россия определяла кандидатов для участия в муниципальных выборах. О целях и задачах в праймере с 2016 и избирательной кампании говорили и на пресс-конференции главы Чувашии Михаила Игнатьева. Глава Чувашии отметил, что Единая Россия – единственная сегодня партия, которая решила открыто формировать списки будущих кандидатов. Кандидаты проходят определенный открытый отбор. Честный так отбор. Наиболее честный так отбор, скажем. Предварительное партийное голосование перед выборами – своего рода сверху часов. Насколько эффективно работают члены партии на депутатских должностях? Каким авторитетом они пользуются? На чью поддержку могут рассчитывать? Это и многое другое можно выяснить в ходе предварительного голосования. Что могут предложить те, кто еще только решил посвятить себя государственному строительству? Какой отклик находит их идея у избирателей? Много нужно сделать. Действительно, если мы планируем строить 32 школы, в городе более 10 школ, ну и по садикам еще. Дальше нужно продолжать строить физкультурно-оздоровительные комплексы. Ну и нужно много сделать, чтобы качество жизни наших жителей было лучше. Я хочу, чтобы Чувашия стала сильным экономически развитым регионом. И моя задача будет основная – это работать над теми законами, которые будут позволять развиваться, бурно развиваться промышленности. И вторая часть работы непосредственно в регионе – это приводить финансы, приводить инвесторов, для того, чтобы у нас появились крупные и, может быть, не очень крупные предприятия, и люди могли бы хорошо зарабатывать, живя в Чувашии. Предварительное голосование – хорошая возможность для кандидатов заранее проверить свои силы, а для электората – выбирать лучших из лучших. Кстати, это касается не только членов партии «Единая Россия», но и беспартийных, которые хотят оценить свои шансы на депутатский мандат. Разумеется, все 200 с лишним участников не могут быть избраны, но их идеи и предложения будут услышаны. И все те люди, которые сегодня были зарегистрированы, а я в этом не сомневаюсь, мы останемся в одной команде, и все те цели, задачи, которые стоят перед нами, перед «Единой Россией», они будут выполняться в «Единой команде». Кто из участников предварительного партийного голосования станет кандидатом к депутату Госдумы и Госсовету Чувашии от «Единой России», станет известно 22 мая. В этот день праймерис пройдет по всей стране. Лето – это не только пора комаров да мух, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Для горожан это еще и период отключения горячей воды. Жителям каких районов Чебоксар и Новочебоксарской когда придется обходиться без этого блага цивилизации? Далее. Первое отключение горячей воды начинается уже в мае. В это время проводят так называемую опрессовку – испытание на прочность и герметичность трубопровода. Потребители в Чебоксарах, которые получают горячую воду от ТЭЦ-2, это центр и Новоюжный район, без горячей воды останутся с 4 по 6 мая. Но в Чебоксарске – с 11 по 13 мая. Что касается других районов столицы Чувашии, которые обслуживаются котельными, то в северо-западном горячую воду отключат с 10 по 13 мая, а в юго-западном с 10 по 12 мая. Летом отключение продолжится, и здесь разным районам повезло по-разному. В летнее время в связи с необходимостью выполнения текущих ремонтов горячее водоснабжение будет временно отключаться. Срок отключения – не более 10 дней. Отключение будет незначительными небольшими участками, поэтому процентов 70-80 жителей города, населения города Чебоксары будет оставаться с режимом горячего водоснабжения. Если брать за пример Новоюжный район, значит, отключение будет, допустим, идти вдоль улицы трактора строителей. Это у нас, получается, 12, 13, 11 микрорайоны. Остальные микрорайоны в это время остаются с горячим водоснабжением. В случае отключения другого участка, допустим, по улице Хузангая, это 3, 4, 5 микрорайоны, все остальные микрорайоны также остаются с горячим водоснабжением. У котельных особенно небольших возможностей перекрывать воду мелкими участками, увы, нет. Московский район, это северо-западный район, будет отключен от 5-го.